Несколько подготвих Небольшое слово свидетельство Малкое слово свидетельство Все мы помним, две недели назад Пастор проповедовал насчет спасения На том, что его можно потерять И так же можем и приобрести И в своем слове он вспоминал рок-музыкантов И в своем слове он вспоминал рок-музыкантов Которые открыто поклоняются дьяволу И отворачиваются от Бога И сегодня я хотел как раз таки поговорить О таких музыкантах Потому что есть такой клуб Клуб 27 называется Получается в этом клубе состоят музыканты И певцы, которые умерли в 27 лет И у них прослеживается Очень интересная закономерность Что до 22-23 лет Никто из них не был известен Потом резкий скачок популярности И после этого им получают рязко популярность И в 27 лет трагическая смерть Передозировка наркотиками, алкоголем, самоубийством И на 21 године получают трагичность Наркотицы или алкогол И если посмотреть их биографию То в определенный момент жизни Они так или иначе приходят Слышат о Боге Приходят к Нему Но отворачиваются И открыто поступают против Бога И принимают дьявола И ако проследим тяхната биография Те през живота си По някако време не чуват за Бога Обаче пред всички Те се отказват от Него Одни из самых известных Исполнителей клуба 27 Это вот Дженни Джоплинс Величайшая блюз-исполница в США И най-известната певица Ее Дженни Джоберс Тя е буз Она умерла в 27 От передозировки наркотиками Дженни Хендрикс Один из величайших гитаристов Также умер в 27 лет От передозировки наркотиками Эми Уайтхаус Британская певица Шестикратная обладательница Грэмми Это величайшая награда в музыке У нее передозировка алкоголя Ну и один из самых известных Это Курт Кобейн Лидер группы Нирвана И най-известнят Курт Кобейн Лидер группы Нирвана И у него самоубийство Также в 27 лет То есть я самоубил на 27 године И вот хотел на примере Курта Кобейна Вот конкретно разобрать Как человек Выступающий против Бога Хулящий Бога Может потерять свое спасение И потерял спасение И закупил свое спасение Получается Курт родился в обычной семье И в его роду были известные музыканты Актеры Его дядя был известным оперным певцом И даже снимался в Голливуде И в неговия рода имало много музыканти Дори неговия дядо Той е бил Чичо Чичо Той бил певец в операта Дори се е снимал в Голливуд Дядя с тети Били тоже какими-то музыкантами Местными звездами И Леля Леля му Чичо И все что са били известни звезди И вот они в принципе И зародили любовь к музыке Потому что они ему В самом раннем детстве Подарили гитару И вот этот дар и талант к музыке У него был с самого детства Но вот в 9 лет Его родители развелись Для ребенка Это была очень огромная боль И поначалу он жил со своей матерью Но еще большую боль Ему придавало то Что у мамы появился новый муж И наймногу Той получи болка За что-то Майкому Тя Сложение за друг И вот Курт Разругался с матерью И пошел жить к отцу И то есть И с кара с майкоси Започен доживея с баштаси Но Со временем И отец нашел себе Новую жену И со временем И баштаму То есть Намерил жена И это еще больше Разозлило его И то и получи Средоса И он стал Очень трудным подростком И то и станет трудным тинейджером Отец пытался его как-то Помочь Исправить Маштамус Иногда Отец не мог терпеть Его выходок И отправлял его Пожить к родственникам Или друзьям И вот один из таких друзей Был Джесси Рид Христианин И каким-то образом У него получилось Заинтересовать его И привезти К Христу И Хурт Кобейн Начал ходить в церковь И что самое интересное Это было ему Где-то в 13-14 лет И где-то до 18-19 лет Нет никаких записей О том Что у него были Какие-то проблемы Он стал Спокойным Обычным подростком Но в старшей школе У него появился Друг гей И он всячески начал Поддерживать Секс-меньшинство В 19 лет Его арестовали На 19-й године Той арестован За граффити С надписью Бог гей И постепенно Его состояние Началось ухудшаться Все мы знаем По Писанию Что нельзя Хулить Бога Есть много мест Из Писаний Говорящие об этом И очень много О хуле на Бога Упоминается В Откровении От Иоанна Где пишется Что в последнее время Люди будут Очень много Хулить Бога И за это Приведут себе К погибели Где-то пишет Что в последнее время Хората Что започнут Много да хуле от Бог И това Ще има Големи последицы За тях И Со временем Даже Курт Кабейн Начал увлекаться Иудаизмом Со временем Курт Кабейн Започва Да Се интересува От иудаизм Собственно Поэтому Группа Была и названа Нирвана И за това Группа Тому Се нарича Нирвана И вот Поначалу У них Не было Таких Больших успехов Были небольшие Концерты И в пластинки Немного продавались Музиката им Малко Се продавала И В один момент Первый Их альбом Был Растиражирован На огромное Количество Копий Ожидалось Что они Продадут Всего 250 Тысяч Но в итоге Получилось Что каждую Неделю Они продавали Более 400 Тысяч Их Популярность Их Состояние Финансовое Материальное Просто Возросло Вверх Курт Хотел Мирового Признания И он Его Получил Сполна Но вот Был ли он Готов К этому Нет Всеобщая Любовь Не Совмещалась С его Образом Изгоя И с тем Что он Везде Был Чужим И в один момент Он даже Начал Обижаться На своих Фанатов Что Они Неправильно Трактуют Его Песни И Неправильно Понимают Социальные И Политические Контексты А Сейчас Давайте Задумаемся Хотите Ли вы Получить Все О чем Мечтаете Прямо Готовы Ли вы Это Выдержать И Приумножить Или Лучше Чтобы Это Было В Нужное Время Когда Вы Будете К этому Готовы И Вот Смотря На Его Жизнь И Задумываешься Вот У Человека Была Всеобщая Любовь Он Стал Идолом Рок-музыки У него Были Огромные Состояния Но При этом У человека Развивалась Депрессия Развивалась Наркозависимость 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 И Это Как-то Не Совмещается С Убеждением Этого Мира Что Деньги Приносят Счастье Потому Потому Что У Курта Было Несколько Попыток Самоубийства Официально Он Конечно Говорил Что Это Все Получилось Случайно Что Он Не Знает Как Так Получилось Что Он Выпил Большую Дозу Снотворного Вместе С Алкоголем И По Его Жизни Видно Как В Определенный Момент Когда Он Отвернулся И Всячески Начал Поддерживать Гомосексуализм Аборты Они Даже Выступали На Благотворительных Концертах В поддержку Хомосексуализма И Абортов И Глядайки Живот Ему От Момента Когато Започва Да Подкрепя Хомосексуалистите Аборти Дори Группа Им Правила Концерт На Благотворительный Благотворительный Концерт Относно Аборти И Смотря На Его Жизнь Его Была Жена Был Ребенок Были Финансы Было Всеобщее Признание Всеобщее Признание Но Это Не Потому Что Во всем Этом Не Было Бога И 5 Апреля 94 Года Он Застрелился Из Ружья А Теперь Давайте Подумаем Возможно У кого-то Сейчас Какие-то Трудности Возможно Дела Идут Не Так Как Вам Хотелось И Вам Кажется Что Весь Мир На Строен Против Вас И Стоит Ли Из-за Этого Обижаться Или Как-то Винить Бога Сравнивать Себя Почему У Кого-то Из Неверующих Людей Которые Не Знают Бога Дела Идут Лучше Чем У Вас Да Сравняват Себе С Други Неверващи Хора Които Успеват Подобре От Вас Как Мы Видим У Людей У Которых Нет Бога Но При Этому Есть Все Жизнь Не Такая Уж И Жизнь Радостная У Нем Большие Страхи Переживания Депрессия Не Лучше Ли В Такой Ситуации Остановиться И Подумать Почему Все Не Получается Так Как Я Хочу Может Я Еще Не Готов Может Я Этого Не Выдержу Не Смогу Это Все Сохранить И Приумножить Ведь Во Время Каких Трудностей Испытания Очень Часто Приходят Искушения И Очень Легко Оступиться И Зачастую Во Время Этого Люди Делают Неправильные Выборы Неправильные Приоритеты Выбирают Вместо Общения С Верующими Прибывания В общении С людьми Из церкви Какие-то Плохие Компании Вместо Общуванной Свервощи Избирают Некакие Лоши Компании В плане В плане Работы Также Выбирают Места Которые Не Совсем Скажем Так Хорошие Там Где Полно Греха И Работа Избират Дали Спасение Потому Что Зачастую Неправильные Приоритеты Являются Основной Проблемой Того Что У нас Что Не Получается И Рассуждая Об этом Читая Биографию Этих Людей Я Понял Что Не Стоит Задаваться Вопросом Что Бог Должен Сделать Нам А Лоши Не Треба Да С Задавам Вопрос Как Бог Треба Да Направи За Нас А Лучше Задавать Себе В сердце Что Я Должен Сделать Для Бога Ведь Говорится Ищите Прежде Царство Божьего А Все Остальное Приложится И Вот Мы Видим Яркий Пример Человек Отвернулся От Бога У Него Было Все Но При Этим Не Было Сам Главного Не Было В Его Сердце Бога И Человек В 27 Лет В Расцвете Сил Популярности Просто Покончил Жизнь Самоубийством А А Талант Музыканта У Него Был В Роду Из Детства И Чего Бо Он Мог Добиться Если Б 18 19 Лет Он Не Отошел От Бога И Какво Би Могол Да Достигне Ако Не Беше Отказ От Бога На 19 години Если Би Он Продолжил Вместе Со Своим Другом Который Привел Его В Церковь Ходить И Служить Богу Ако Беше Продолжил Своя Приятел Который Довел В Церквата Беше Продолжил Да Служи На Бог В В Плне Возможно Он Мог Стать Один Из Величайших Прословителей Писать Крутые Песни О Боге Но Этого Мы Уже Не Узнаем И Читая Это Все Размышляя Я Увидел Такую Картину Что Очень Часто Люди В Каких То Своих Бедах Или Когда Случается Что То Плохое Они Винят Бога Но На самом Деле Это Не Так Мы Все Находимся Под Его Защитой И Негова Рыка Над Нас И Непрестанно 24 На 7 Нас Атакуют Злые Силы Дьявол Но Его Рука Нас Защищает Но Неговата Рыка Не Защитава Когда Вот В случае С примером Как Курта Когда Он Отворачивается От Бога Хулил Бога И Всячески Грешил Бог Не Сделал Ему Ничего Плохого Он Просто Убрал Свою Руку И Все Эти Атаки 24 На 7 Начали Наноситься Ему Без Какой Либо Защиты Поэтому Дорогие Братья И Сестры Я Вас Призываю Стоять В Вере Твердо Непоколебимо Ведь У Дьявола Нет Власти В Нашей Жизни Вся Власть Только В Иисусе И Лучше Со Своими Проблемами И Какими То Желаниями Приходить К Нему Приходить В Церковь А Не В Мир Потому Что Правильное Решение Проблем Правильные Какие-то Ценности Мы Можем Получить Только В Боге И Только В Церкви За что-то Правильное Решение На Проблеме Правильные Ценности Можем Дополучить Самого В Бог А В Миру Мы Можем Только Оступиться И Пойти Вниз А В Мире Можем Самый Сгрешим И Допытим Надолу Потерять Свою Жизнь Потерять Сто Сто Двадцать Сто Пятьдесят Лет Но Это Просто Песчинка По сравнению С вечностью И Чтобы Песчинка В сравнении Со С вечностью И Чтобы Проверить Это Вы можете Спокойно Зайти В сауну Которая Больше Ста Градусов И Посидеть Там Двадцать Тридцать Минут Если У вас Получится Посидите Еще Десять Минут Но Рано Или Поздно Вас Оттуда Увезут На Скорой И Вот Это Двадцать Тридцать Минут При Сто 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 А Представьте Вечность В Аду Где Тысяча Градусов Это Намного Труднее Намного Сложнее Поэтому Давайте Будем Всем Сердцем Любить Бога И Искать Бога И Искать Его Планы В нашей Жизни Чтобы Не Потерять Наше Спасение Аминь Давайте Помоги Помоги